Украинские сапёры получили новейшее оборудование от Европейского Союза и датской группы по делам беженцев. Оборудование предназначено для гуманитарного разминирования. Оно необходимо для обнаружения оставшихся после обстрела мин, которые могли зарыться глубоко в землю. Я несколько годов перед приездом в Украину работал в Боснии и Герцеговине. И вот сейчас уже больше 20 лет прошло от окончания югославских конфликтов. И, например, в Боснии и Герцеговине до сих пор в стране очень много миновых полях. И многие громады в той стране, в принципе, страдают и экономически, и в гуманитарном смысле от этих нерешенных вопросов. И мы бы не хотели, конечно, чтобы такая ситуация была в Украине. Среди прочего оборудования – новейшие металлоискатели. Технику украинским саперам привезли со всего мира. Металлодетекторы из Австралии, Германии и США, наборы инструментов для разминирования из Зимбабве. Всего около трехсот наименований на общую сумму в 200 тысяч евро. Самое дорогое – автомобили. Переданного оборудования хватит на четыре команды, которые уже в ближайшее время отправятся в зону, близкую к линии разграничения. Пока что решать проблему с разминированием полей или освобожденных городов могут только государственные организации – МЧС или военные. Но уже в ближайшее время это смогут и частные структуры. Сейчас есть законопроект про мерам разминирования. И в принципе этот законопроект у него очень как бы серьезно может помочь открыть двери для процесса разминирования. В принципе он откроет двери для создания эффективного центра по гуманитарному разминированию. И тоже он в принципе создадит стандарты, которые поможут невладным организациям уже сертифицироваться и начать работу по разминированию. А сейчас, если вы, например, хотите как бы создать организацию, у вас есть экспертиза для разминирования, вы конечно сейчас на поле не можете пойти. Также этот закон значительно упростит возможность получения зарубежной помощи и растомаживания оборудования.